Зачем экс-министр обороны ФРГ стерла сообщение со служебного телефона? Над главой Еврокомиссии Урсулой Фон Дерлиен нависла тень скандала. Он начал раскручиваться еще в то время, когда соратница Ангела Меркель возглавляла Министерство обороны ФРГ, а теперь получил продолжение. Как выясняли депутаты Бумдистага, ведущие расследования в отношении миллионных и предположительно необоснованных трат Бумдисвера на внешних консультантов, госпожа Фон Дерлиен собственноручно удалила со своего служебного телефона все сообщения, которые могли бы послужить уликами в этом деле. Госпожа Фон Дерлиен собственноручно удалила со своего гаджета смс-ки, важные для следствия. Фото, AP, о его новом повороте сообщает. В те самые дни, когда новый состав Еврокомиссии приносил традиционную присягу в стенах Европейского суда, в Берлине появилась информация, которая будет неудобной для госпожи Фон Дерлиен, отмечает издание. Следственный комитет Бумдистага наконец-то получил отчет от оборонного ведомства по поводу запутанной истории со служебными телефонами и акс-министра. Оказалось, что их было по меньшей мере два. И сообщения таинственным образом исчезли, как теперь выясняется, с обоих устройств. В Германии выросло число преступлений в отношении политиков. Одним из них Урсула Фон Дерлиен пользовалась с декабря 2013 года, пока номер ее мобильного кто-то не слил в интернет. Тогда ей выдали другой телефон, защищенный шифровальной криптопрограммой. Однако еще целых полгода, до конца прошлого лета, она почему-то не сдавала первый гаджет и даже забрала его с собой в Брюссель якобы в ожидании возможных важных сообщений. По разным данным, он то терялся, то находился с утраченным ПИН-кодом. После всех мытарств устройство все-таки вернулось в стены Министерства обороны Германии, где один из сотрудников его отформатировал и с чистой совестью отправил в IT-отдел на утилизацию. Позже в объяснительной записке он написал, что сделал это в соответствии со стандартной процедурой, предусмотренной для списанных телефонов, а потому не счел нужным с кем-то посоветоваться. Хотя по регламенту удаление данных все же должно было происходить в присутствии владельца. Клерк, которому теперь грозят увольнением, и предположить не мог, что в памяти смартфона или на его сим-карте могут содержаться некие важные сообщения, которыми впоследствии заинтересуется Бундестаг. Депутаты Бундестага расследуют необоснованные траты Министерства обороны ФРГ на внешних консультантов. Напомним, что на уголовном расследовании по факту уничтожения важных улик настоял депутат от фракции «Зеленых», спикер по вопросам безопасности Тобиас Ленднер. Дело в том, что госпожа фон Дерлиен известна своим пристрастием к решению важных политических дел по СМС прямо как канцлер Меркель. Ленднер и его соратники не сомневаются, что и заключение контрактов с консалтиновыми фирмами в обход прозрачного тендера министр могла обсуждать в переписке. Возможно, свет на это дело мог бы пролить ее второй служебный телефон, но и в нем никаких сообщений не обнаружилось. Наблюдатели уверены, что к их уничтожению приложила руку уже лично Урсула фон Дерлиен. Не исключено, что ей еще предстоит вернуться в Берлин и выступить в качестве свидетеля перед Следственной комиссией. «Почему в Министерстве обороны царит такой хаос? Сначала вы предоставляете комиссии противоречивые сведения о местонахождении телефона министра, затем все-таки признаете, что нарушили запрет на удаление данных», заявил представитель свободных демократов Александр Мюллер, участвующий в расследовании. «В Минобороны снова никто ни за что не отвечает. Вторит ему господин Ленднер. Минус. В Германии запретят сжигание флагов иностранных государств». К слову, вместе с Урсулой фон Дерлиен в Брюссель перебрался и ее ближайший советник Бьерн Зайберт, который, по его собственным уверениям, просмотрел оба телефона перед тем, как их почистили, и не нашел там ничего важного. Однако вряд ли это объяснение удовлетворит депутатов, признают СМИ. В мире Европа Германия.